Конец-то. Ну, здравствуй. Все, всем привет. Начал аж переживать, думаю, елки-палки. Вроде это... Инстаграмом уже давно не пользуюсь. Я такой мимитийный человек. Тот отключился, не знаю, старый. Там, в принципе, уже было, не знаю, несколько тысяч человек. И не могу зайти, пришлось сегодня новую страничку скачать. Специально для тебя. Вот, правильно. Шумит только у меня что-то шумит? Или вообще, как будто птички такие поют? А ну, говори сейчас. Ну, вот говорю, а сейчас нормально все. Как будто птички пели. Значит, это резонанс с моим микрофоном. Когда ты будешь говорить, я буду выключать микрофон у себя. Окей, все, супер. Да, я тебя представлю. Мы начнем немножко с того, что мы с тобой познакомились здесь на эфире, в Инстаграме, когда мы про Gift of Legacy, про подарочную деятельность говорили еще в самый-самый первый раз, самый-самый первый зум, когда мы все воодушевились этой идеей дарения, да, такой. Я до сих пор помню те эмоции. И как мы все там встретились и поговорили. И Гун у нас был, и Кернер, и Валера, и Ромчик мой. И все мы дружно пообщались. И вот как зарядились. И как пошли, 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 так и поперли. И прекрасно мы перли. Все у нас было отлично. И с тобой мы тогда познакомились в этот день. И сейчас я очень рада нашему знакомству. Я рада, что мы общаемся, что мы подружились. Такой у нас лидерский состав хороший сформировался. А сегодня мы выросли. Мы выросли, потому что мы уже далеко не детки, чтобы нами там могли управлять какие-то дяди, тети в других государствах. И не без твоей помощи мы сегодня планируем апгрейд нашего движения, нашей идеи Убунту, которая будет, знаешь как, пошла на взлет, пошла на улучшение. Потому что мы с твоей подачи, с подачи Андрея Кернера, это движение пришло в русскоязычное пространство. Да, и как-то так странно было, что такое количество людей вроде как осталось для них не замечено. Для руководителей платформы предыдущей как-то мы старались, мы очень сильно так прям работали, трудились, но они как-то так, не знаю. Вот я хочу сегодня ребятам объяснить, почему мы нашего Убунта продолжаем уже в той же интерпретации, но, наверное, с новым дыханием, на новой платформе, на новых инструментах, но старым составом и не той же идеей, на которой все это базировалось. Потому что многие нас воспринимают, что это как что-то то очередное, много чего мы выдумывали, но не имеют под собой никакого ни основания, ни почвы, ни платформы. И, как говорится, ну, право, право, может, и имеет, кто что угодно сегодня делает. Но идей нет, лидеров там нет. Ну, как качать, что качать, если хочется, чтобы это была суть. Потому что, ну, решать какие-то финансовые вопросы можно любыми путями. Но хочется, чтобы это было человеческим путем, да, вот нашей практикой от сердца к сердцу. Потому что многие люди поменяли мышление, когда пришли в подарочную деятельность. Бизнеса много. А вот такой подарочной деятельности с сердцем внутри, она вот, это вот одна действительно та линия, которую мы ведем. Да, Игорь, да, право, да. Опыт мы получили колоссальный, конечно, да. И когда вообще это все движение зародилось, или когда мы с ним познакомились, то оно, я 24 с лишним года, вот, наверное, в 25, я, наверное, нахожусь как в сети, да. И, конечно, вот этого ощущения я ни разу не испытывал за эти 24-25 лет. То есть, вроде бы и сетевой, вроде бы и то, ну, вот что-то другое. Вот какое-то другое, совсем чувство другое. Совершенно и подход другой, конечно, к этому делу, да. И вроде бы и похоже на бизнес, вроде и похоже на проект, но в то же самое время и не проект, и не бизнес, и не сетевой. А что, даже и непонятно. Но в любом случае ощущения, конечно, офигенные, так скажу, да. И движ мы создали серьезный. То есть, никто вообще не предполагал, да, что за какие-то там 3,5-4 месяца сообщество вырастет в 320 тысяч человек, да, и разлетится по 180 странам. 180 стран, 320 тысяч человек. То есть, конечно, у меня было построение структур, там, 5-6 тысяч человек, да, за, там, за полтора, два, три месяца. Но чтобы 320 тысяч за такой короткий срок выросло сообщество, это, конечно, было первый раз, и никто не ожидал такого движения. Вопрос, почему же так быстро, так много, да, потому что, ну, на самом деле, людям понравилась сама эта идея, то есть подход совершенно другой. И, в принципе, и концепт очень простой, понятен всем, да. И, так скажем, мы его с детства уже все знали, да, кто там приехал или жил или вырос в странах СНГ, да. То есть, и он до сих пор этот работает, этот принцип, в принципе, во многих так странах СНГ. То есть, и на заводах где-то до сих пор есть такие кассы взаимопомощи, где человек в течение года какие-то деньги там платит, и потом в конце года ему, как бы, эти деньги выдаются, да, то есть какой-то определенной суммой для того, чтобы приобрести какой-то там, не знаю, продукт, вещь, машину, стенку, не знаю, дорогостоящие вещи. То есть, принцип, подход на тот же самый, похожий, да, ну, так, изначально сам принцип. Присутствует, конечно, и маркетинг-план, да, маркетинг-план, который хорошо очень просчитан, да. У нас отсутствует совершенно, то есть, вот мне когда рассказали, знаете, а я до этого присутствовал в нескольких, так скажем, компаниях, где присутствовали директора или президенты, да, и там, где просто-напросто все решалось от одного человека, где хочет этот король, сделай так, не хочет, не сделай так, хочет, выпнет, хочет, закроет, хочет, стерет тебя как ластиком, да, и так далее. То есть, а здесь у нас отсутствует счета, отсутствуют президенты, то есть, есть просто сайт, да, где идут учетные записи, то есть, там, где мы можем друг друга просто-напросто видеть, коммуницировать между тобой и мной, да, то есть, связаться с тобой, допустим, я увидел, Вика стоит на этом поле, мышка навел, класснул, смотрю твои данные, увидел там телефон, связались и говорю, Вика, я тебе хочу сделать подарок, да. Ты говоришь, да, с удовольствием, я говорю, куда можно тебе, каким образом, ты мне указываешь, куда и каким образом, я тебе делаю подарок. Проходит какой-то определенный срок действия или времени, мне начинают люди уже точно так же писать письма, да, то есть, у меня было, я, когда мы только начали, да, как-то было на самом деле так, ну, вообще непонятное было ощущение, был такой пробный шаг, а, попробуем, что там, теряли тысячу, тут какая-то сотка, вообще ни о чем, да, ну, попробуем, попробуем. Первый шаг сделали тогда с Андреем Кернером, подорвались, то есть, он на 200 зашел, я на 200, и улетели наши деньги, просто вот в воздух улетели, да, и опять, ну, я чувствую, что-то вот есть тут такое, да, а получилось так, что одна из его партнер, Андрея Кернера, она зашла, вот ей по воле так получилось, она зашла правильно, как нужно было по алгоритму, и у нее был результат, у нас не было, а у нее он выстрелил, да, то есть, она зашла, получается, последний на этот борт, да, и он правильно разделился, и она встала, и за ней опять встали ее два партнера, и у нее пошел процесс, да, а у нас встал, и мы начали анализировать, понимать, я Андрею говорю, давай дальше, он говорит, да, давай, и так, его ловил, ловил, все он делал, потом все-таки его поймал, в угол и позвал наших немецких партнеров, и нам рассказали, мы зашли уже опять по новой, по алгоритму, по правильному, и движуха полетела так, что, ну, просто сносило, и вот появилось тогда после этого вот эти ощущения, каждое утро, знаешь, просыпаешься, и просыпаешься не просто там 8-9 часов утра, да, как обычно, а просыпаешься в 3-4, не знаю почему, но ощущения такие, что ты открываешь телефон, блин, а там столько сообщений, таких классных сообщений, которые просто на самом деле радуют, Андрей, я хочу тебе сделать подарок, да, и суммы пошли такие, сначала там 100 было, там 800, потом это было больше, потом было 400 и так далее, и так далее, на увеличение, и потом, когда начали твои партнеры, так скажем, вот именно переживать это ощущение, то тут все уже, крышу снесло, да, движуха такая полетела, и на самом деле было просто-напросто, ну, вот ощущение, которые на самом деле не передать, да, и я, конечно же, расставаться... И сейчас мы поняли, где какие были ошибки, то есть, ну, понятно, что никто никогда этим не занимался, да, совершали ошибки, то есть методом просто тыка, так скажем, было очень быстрое движение, которое нужно было по-любому, ну, ну, как говорят, тормоза придумали трусы, да, то есть мы двигались очень быстро, допускали ошибки, но мы не знали, что мы их допускаем, а потом уже, когда провели работу, так скажем, над ошибками, мы поняли, но они уже были совершены, и сейчас у нас есть возможность просто-напросто это сделать уже с чистого листа, мы поняли, провели анализ, да, и сделать это просто-напросто с чистого листа, начать делать правильные шаги, и, по большому счёту, ну, так скажем, в нашем движении народ залетал, ну, все подряд, да, ну, просто и нормальные люди, извиняюсь за выражение, и хлам всякий, да, тоже был, ну, дорога всем была открыта, то есть ход был каждому человеку просто залетая, и всё, да, не разбирались, а сейчас, когда мы поняли, что нам нужны-то, в принципе, не все подряд, а люди, которые, ну, вот, не знаю, другой подход, так скажем, к жизни, да, есть какие-то ценности определённые, и не нужно быть так много-то людей для того, чтобы получать результаты, и сейчас просто пишем нашу историю, так скажем, с самого начала, с нуля, вот, поэтому всё нормально, считаю, что, знаете, некоторые, почему-то вот там неадекватная даже, вот, некоторых реакция людей, не знаю, что это такое, говорят, ну, вот, начали там что-то скопировали, начали какую-то новую движуху, да, да, Шиль, вообще он не разбирается в технике, да, он не специалист, да, я не специалист, я не строил никогда сайты, да, я никогда не делал, ну, у всех находится телефон, он же не знает, как телефон этот работает изнутри, правильно, мы знаем просто кнопки, как работают, мне не нужно быть специалистом, есть специалисты, которые это будут получать, деньги будут это делать, да, как был этот Форд, который изобрёл автомобиль, он тоже ничего не понимал, двигатель внутрь с горанье, он нанял тех людей, которые это делали, зачем, да, человек, у которого было 4 или 3 класса образования, но он нанял тех людей, которые специалисты в этом плане, поэтому у нас тоже самая команда, которая будет выполнять каждую определённую свою работу, будет за это, соответственно, каким-то образом профитировать, я умею делать что-то одно хорошо, да, я сетевик, я могу мотивировать, люблю, могу строить сети, да, это у меня есть опыт определённый, мне не нужно знать, как строится сайт, зачем, да, мне для этого потребуется 10 лет, чтобы разбираться с этим, то уже время-то уйдёт, поэтому, знаете, вот, ну не знаю, кто-то если не пошёл сейчас с нами, и я это акцептирую, и нормально, что люди не пошли, значит, ну, не его это, да, ну, ради Бога, но не твоё, не твоё, мы всех-то и не тащим, зачем? Тащить, так скажем, идут те, кто жмает, вот и всё. Понимаешь, дело в том, что люди в своей массе склонны судить о чём-то сгоряча, в попытках, не разбираясь, вот я два года объясняю людям, что в любом моменте вы должны разобраться, но бывает так, что ты чувствуешь, что ты правильно делаешь, ну, каких-то моментов, нюансов не знаешь, да, вот как бы мы тоже шли, мы понимали, вот теоретически мы понимали, что это работает, это, ну, логика, да, ты связываешься с человеком напрямую, ты даришь ему подарок, никаких проблем, никаких счетов, никаких нюансов, всё просто по закону, легально дарение между физическими лицами во многих странах разрешено, в большинстве, да, ещё я не встречала ни одно государство, где запрещали бы дарить от физического лица физическому лицу какой-то денежный подарок, понимаешь, то есть я такого не встречала. Всё классно, Андрей, и, видишь, тебе пишут, каждый идёт своей дорогой, спасибо вам за всё огромное, люблю вас, это была моя мечта. Огромное количество писем писали сообщения люди, а давайте сделаем что-то своё. Ну что мы постоянно спотыкаемся о техподдержку Африки, которая нас не слышит, не видит. Мы с такой любовью к ним пришли, мы с таким вдохновением подключились, мы так полетели, мы бы это всё вынесли дальше ещё, я не знаю как, но они, видать, не выдержали нашей нагрузки, нашей энергетики, нашего энтузиазма, и мы там им сайт положили, и своей нагрузкой, и всё, и пятое, и десятое, поэтому и запрос людей, и понимание ситуации привели к тому, что мы делаем новую платформу. Мы все, и все, кто сейчас приходят первые, в первых рядах, они тоже делают эту новую платформу. И то, что у нас добавляется, да, оптимальный заход, который посильный, ну, я думаю, любому заинтересованному человеку. Мы же сюда не берём того, кто сидит где-то, что-то дед, ничего не хочет, а мы его с закрытыми глазами притащили, вот, давай, занимайся. Люди же приходят своими-то ногами, своей головой, смотрят на возможности, ага, вот, очень удобный уровень входа, пожалуйста, очень всё удобно, тем более, что сейчас уже учли все минусы, все какие-то технические там моменты. У нас это был первый заход, как тренировочный такой. Мы, в принципе, и подарков сделали много и получили достаточно, и посмотрели всю эту систему изнутри, и на новой площадке уже все эти минусы учтены, да, потому что во многих системах не хватает этого, что человек где-то сидит на одном месте, крутится, и не идёт дальше, да, здесь уже будет такой процесс, пока ты дальше не пройдёшь, ты здесь крутиться не будешь, то есть, ну, сделано всё, для осознанных людей, для, как говорится, для вменяемых. Были у меня такие одни типочки. Пришёл, значит, встал на доску и кати его к легенде. Такой, всё-всё, я буду, я дарю подарок, всё-всё-всё, у меня есть люди, он же тебе рассказывает. А потом, ну, вы же лидер, вы давайте, то есть, вы за меня поработаете, вы же заинтересованы. Я говорю, в чём я заинтересована? В людях, которые ничем не интересуются? Нет, я в таких не заинтересована, не собираюсь. Ну, так получилось, что были люди, которых надо было прокатить до легенды, да, а теперь такой возможности у них не будет, потому что всё предусмотрено, всё сделано. Мне почему-то кажется, что это, что это будет ракета, бомба, петарда вообще. вот просто, вот эти минуты томления и ожидания, которые уже все изнывают, Андрей, все изнывают, просятся, ну, давайте, но в то же время понимают, что надо сделать всё как? По-немецки точно, да? То есть, и все, ну, хорошо, мы ещё подождём, мы ещё чуть-чуть подождём. Ну, что там, ну, что там, мне уже пишут, дайте ссылку. Я говорю, подождите, у меня ещё её нету, говорю, что я вам дам? Говорю, дайте, вначале, лидеры получат ссылку и вам дадут, не переживайте. У меня один вопрос, мы не положим медную доску в первый день? Нет, нет, всё нормально. Ну, будет, конечно, затор, но в любом случае сделаем всё правильно, не положим. И, в принципе, да, я думаю, что вот это было правильное решение сделать вот эту медную доску, то есть, она заменит на сегодняшний день, вот многие люди изобретают, вот делали у нас на Гифток Легаси, да, вот этих роботов, воронки продаж, там, и чего только не изобретали, и таким образом на сегодняшний день находится столько потеряжек, да, людей, которые именно захотели вот по вот этим ссылкам, где не было просто человека, да, а просто вот генерировалось каким-то образом, не знаю, как это генерировалось, эти ссылки раздавались налево-направо, всех подряд ставили один под другого, и много таких потеряжек, людей, которые говорят, люди, люди кричат, ау, помогите, да, вот, и у нас, в принципе, вот это и будет генерация, то есть, по большому счёту, но человек, который хочет, соответственно, да, хочет, человек, у которого есть желание быть с нами в нашем сообществе, то 12,50 посильны любому человеку, на сегодняшний день, какой курс, допустим, находится, ну, если брать там Российскую Федерацию, да, или вы были вообще другую там какую-то, какие-то деньги с СНГ, то это и будет просто-напросто эта воронка, которая просто так завернёт всё это дело, да, в принципе, пригласить два человека вот на такие деньги, ну, я не знаю, человек, который даже, который не живой сможет это сделать, да, лишь бы вот ему эта тема зашла каким-то образом, хоть вот на чуть-чуть, то есть, и не нужно будет никаких воронок продаж, не нужно будет ставить это всем подряд в какую-то там линейку, залетать, ставить под чужих людей, чужих людей, и так далее, и так далее, то есть, этого делать, ну, моё мнение этого делать не нужно, почему, потому что на самом деле у нас, ну, сердечное движение, и у нас люди должны чувствовать друг друга, кто кого привёл, должны знать в лицо, и кто от кого идёт, тоже должны знать в лицо, и таким образом строятся команды, и таким образом строятся структуры, где мы можем, ну, на самом деле, вот эта душевная, душа должна присутствовать в каждой команде, да, люди должны видеть, кто здесь лидер, люди должны знать, кто в команде, люди должны видеть, кому нужна какая-то приемная помощь. Люди должны развиваться и с кем работать. Поэтому мое мнение такое, я буду его в любом случае отстаивать, я против всяких этих воронок продаж, все остальное. То есть только личное приглашение должно здесь присутствовать. По-другому никак. Это мое личное мнение, которое я буду оставить. Поэтому вот эту воронку продаж мы придумали, мы пришли на эту идею. И эта доска, нет, она не ляжет, она будет работать. И я думаю, что все будет нормально. Люди любого плана, любого социального статуса смогут на самом деле решать свои финансовые вопросы за счет нашего движения на нашей платформе. Вот же многие говорили, когда мы только заходили, 100 долларов это много. Давайте 50. Мне писали это дорого Узбекистану, это дорого еще какому-то государству. В любом государстве есть определенные свои населения, для которых да, это может быть тяжело. Ну, тут уже вопрос мотивации. Зачем человек идет? Какая у него цель? Да, если он понимает, что ему это надо, то он эти деньги находит. Ну, тут даже в этом плане пошли людям навстречу. 12-50 долларов. В рублях это 800 рублей. 700 там с чем-то. То есть это, причем, что эта доска медная, она будет генерироваться автоматически. Там не будет человека, который будет расставлять. Она просто будет заполняться рандомно. Правильно? Она же не будет, там нету каких-то рычагов управления. Как люди заходят, так они друг другу дарят продарки и уже на выходе 100 долларов человек получает. И дальше уже решает для себя сам. Идет он дальше? Если он на 12-50 пригласил, естественно, двоих людей пригласить на 12-50 легче. 12 долларов 50 центов. Пригласил человека, уже у тебя два личника на бронзовую доску по 100 имеется. И вот так через вот этот коридорчик тук-тук-тук-тук-тук. Люди просто еще много чего боятся. Ну, потому народ и делится на сильных, амбициозных и на тех, которые, ну, сомневаются, да, нерешительные как бы. Я думаю, что здесь вот этот новый процесс, он сделает прорыв. У многих в голове, у многих в сознании, они пойдут уже... То есть лидер может заходить сразу на бронзу, давать ссылку ребятам на медную доску, да, на 12-50. И пока здесь суть до дела, подарки дарятся, уже могут люди вылетать с этой медной и быть готовыми к заходу на бронзовую доску. То есть продумано, конечно, все, учтены все моменты. И, как ты говорил на предыдущей встрече, для очень амбициозных добавлена бриллиантовая доска, где будет уже выход больше 100 тысяч полных единиц. И это уже тот, те подарки, на которые можно решать и финансовые свои вопросы, и по бизнесу вопросы, и какие только угодно. Вопросы передачи подарков сейчас решаются через криптовалюту очень прекрасно, спокойно. То есть все эти моменты можно решить. Людей пугают такие суммы, не все к ним готовы. А как, а что? Ну, вам сам, каждый решает сам, куда он хочет дойти. Мне нужно на самый верх. Вот мне туда надо, потому что у меня есть вопросы, которые нужно решать, поэтому мне надо, я иду. И таких же людей тоже много, которые хотят. Кто-то попробует на первых досках покрутиться. Но главное, что кроме медной, дальше крутиться просто так в холостую, ни у кого не получится. Ну, все равно алгоритм сделан так, что будет движение дальше, дальше и дальше. Ну, уже лучше условий уже невозможно придумать. Ни в одной компании, которая сегодня есть в интернете, в пространстве, а интернет это большая деревня, мы здесь все многие друг друга знаем, мы знаем у кого какие проекты, как работают, на чем они основаны, на чем они базируются. Мы это прекрасно знаем уже все. И вот такого алгоритма. Нет. Вот просто. А практика покажет еще больше. Это мы сейчас себе... Я вот... Многие, когда GIFT of Legacy начались, там, какие-то проблемы, да, ну, с почтами и так далее, и так далее, ну, все знаете, не буду сейчас комментировать, то начали создаваться многие чаты, не знаю, люди начали на бумаге там рисовать, то есть сделали там кто-то в ход 300 рублей, кто-то там 500 рублей, кто-то 3000, не знаю, ну, разные там суммы, да, то есть это все наши, так скажем, выходцы из GIFT of Legacy, да, наши идеи. Люди просто... Идея зашла всем, да, но у нас, так скажем, встали наши доски, и не было движухи, а людям это понравилось, и начали создавать сами что-то, да, я ни в коем случае людей не... не осуждаю за это. Молодцы, супер, у меня со многими людьми, кто организовал, так скажем, на течение даже хорошей контакты, я с ними выходил на связь, люди говорили, слушай, я думал, ты сейчас на меня будешь наезжать, там, и что-то еще, что мы сделали, что-то параллельное, я говорю, зачем, если у нас здесь сейчас не идет, то, конечно, нужно же что-то, я понимаю, людям семьи кормить, все остальное, да, и у меня нормальные отношения со всеми этими людьми, и они мне все пишут, когда, когда мы запустимся, то есть все, что они сейчас там создали, все эти структуры, они просто-напросто перепишут, опять зайдут к нам, уже с этими же условиями, почему, потому что на самом деле все централизовано, то есть та же самая структура, те же самые лидеры, то есть все, что у нас создано, вся эта душа, так скажем, да, все, папа наш, Андрей Кернер, который ведет, так скажем, нашу идеологическую тему, то есть мы темы сильны по сравнению с тем, что сейчас созданы различные, я не побоюсь слова, клоны, которые на самом деле просто скопировали, да, там нету той души, там нету просто-напросто, бабло рубят и заводят людей, ну, под разным всяким соусом, на самом деле, ну, просто используют, не знаю, так скажем, и наше имя, да, и все, что было создано в Gift of Legacy, под разными соусами это делают, я считаю, что, ну, просто неправильные люди, это на короткий срок будет работать, не на долго, просто выркушка срубит бабло, и все, и движухи дальше не будет, у нас-то идеология осталась, у нас, мы сейчас, просто-напросто вся структура, то есть, самое главное, что вообще, так скажем, ну, чтобы работало, это коллектив, это лидерский состав, да, почему, потому что, ну, все же, у нее это с головы, или движение, все начинается оттуда, лидерский состав-то остался весь, и даже еще подключается, на следующий день, заходят те лидеры, которые не зашли, в Gift of Legacy, сейчас подключаются к нам, почему, потому что, они видят, что мы процесс можем самостоятельно контролировать, и у многих такой огромный опыт сейчас, в плане того, чтобы, да, теория, это одно, которое мы сейчас допускаем, или написали пока тех заданий на бумаге, программисты это делают, практика это будет другое, соответственно, да, но у нас будет в руках, так скажем, вход в нашу систему, где мы сможем решать эти заковырки, вопросы, исправлять где-то что-то, конечно, это будет нормально, да, но мы сможем это делать самостоятельно, если завтра вдруг, да, у Макса Самбурова появится гениальная идея, он проснется и скажет, Эврика, ребята, я придумал, где вообще просто-напросто будет бомба работать на полном автомате, мы соберемся к всем коллективам и скажем, блин, супер, подходит, дали задание программистам, запустили, и идем дальше, понимаете, то есть, это все будет находиться в нашем руках, то есть, совет лидеров, который обсуждает все эти вопросы, и если это подходит, и для всех это приемлемо, и будет приносить пользу для нашего сообщества, вообще не вопрос, почему, потому что, ну, мир-то не стоит на месте, да, и меняется МЛМ, меняется МЛМ, который был 10 лет назад, и сегодня, это вообще разные совершенно вещи, раньше, когда я был в МЛМ, мне спрашивают, чем ты занимаешься, я опускал голову вниз, и все, что угодно, но я не говорил, где я нахожусь в этой компании, потому что народ разбегался на 5 метров от меня, потому что боялись, что я сейчас буду продавать им эту зубную пасту, понимаете, сейчас я говорю, гордость ученой занимаюсь, люди задают вопрос, а что и как, да, то есть это, ну, другая совершенно индустрия на сегодняшний день, и что будет завтра, тоже будут движения, и тоже будут приходить какие-то новые технологии, которые мы сможем, в любом случае, так скажем, отзеркалить, и сделать это у нас, да, то есть вообще не вопрос, и те, я знаю, что 100% это будет, да, и все какие-то проекты, если будут, ну, так скажем, приходить дополнительно, они не будут у нас, где-то там, какую-то компанию куда-то побежали, параллельно со структурой, зашли туда, найм, мы будем, если что-то делать, мы будем делать у нас, на нашей платформе, наше, собственное, где мы будем это, так скажем, проектировать, именно для нашего содружества, для наших людей, только таким образом мы будем это делать, и у нас уже есть, так скажем, на бумаге, уже есть проекты, которые уже, в принципе, мы можем запустить, но все будем делать последовательно, сейчас мы откатаем наши доски, да, пройдем, заработаем, не буду говорить, заработаем, получим определенное количество подарков, накормим нашу всю структуру людей, чтобы начали решать свои вопросы, так скажем, что прошел этот год, и потом будем дальше идти, да, и будем и обучением заниматься, то есть, именно создаем сообщество для того, чтобы решать не только финансовые вопросы, но и, так скажем, и обучение людей, финансовая грамотность, да, вот почему мы сделали таким образом, где люди, которые в «Гифтов Легаси» раньше бронзово, дальше бронзово не уходили, да, потому что финансово неграмотные люди, у которых просто страх, да, получать 3200 в месяц, или в неделю, они никогда в жизни эти деньги не имели, страшно, он никогда это не делал, ему 800, это за глаза, и все, это предел его счастья, мы их построили таким образом, что у него просто выхода не будет, он будет получать эти деньги, деваться некуда будет, да, и таким образом будем проводить, конечно, обучение по финансовой грамотности, что такое криптовалюта, да, будем учить, на следующей неделе, возможно, уже будем показывать, как открывать, открывать криптокошельки людям, почему, потому что мы будем, ну, так скажем, делать подарки по всему миру, 180 стран мира находятся в Gift of Legacy, то есть, то же самое будет у нас, те же самые люди, которые будут просто-напросто регистрироваться с нашей платформы, они никуда не делись, поэтому, все в наших руках, дорогие друзья, да, любая идея, гениальная идея, мы будем ее, без вопросов, подошла всем, легла на душу, запустили, откатали, и идем дальше, то есть, я вижу это только таким образом, эти мы будем сильны. Мне говорят, как вы выбираете компанию, куда вы заходите, ну, сейчас-то вопрос такой, да, Виктория, в каких проектах вы находитесь, как вы выбираете, ну, они же меня спрашивают, как юриста, да, люди хотят понять, какие документы там должны быть, как это все зарегистрировано, как это все работает, вот я вам, как юрист, скажу одну такую простую истину, документы, никогда не будут никакой основой для первого разбирательства, их нарисовать можно, какие угодно, такие можно склепать, такие можно и с мокрыми печатями, с синими, и с подписями высокопоставленных людей, все, что угодно, сегодня делается, и на сайтах размещается, и везде, смотреть нужно на людей, кто стоит за проектом, как себя человек зарекомендовал в обществе, в каких компаниях он был, что он делал, что о нем люди говорят, как отзываются, нужно смотреть на личность, кто за этим стоит, вот когда мне сказали, что, когда ты мне позвонил, это была очень приятная фраза, я звоню тебе первой, это была просто фантастика, надо что-то делать, да, и уже вот с этими идеями, со всеми, я просто, да, 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 потому что за это время общения в Gift of Legacy мы друг друга узнали, мы пообщались все между собой, все лидеры, и когда видно, что люди порядочные, нормальные, что нигде они ни в чем никаких минусов не имеют, ни в общении с людьми, ни в финансах, ни в чем, ну, нету этого на виду, да, не говорят об этом там, что у кого какие скелеты в шкафу, это такое дело, но по деятельности человека в интернете, его лицо, его авторитет, авторитет, его репутация, она видна, то есть смотреть нужно на людей, которые стоят за этим проектом, поэтому я руками и ногами за новую платформу, европейскую, некоторые люди услышали, что она русскоязычная, говорят, это российская, да, для россиян, я говорю, ребят, это для всех, кто говорит и понимает русский язык, не переживайте, и для вас, и для тех, кто живет в других странах, для всех, кто понимает русский язык, и не только, потому что и гости у нас были из Германии, которых Андрей переводил, да, на русский язык, были, забыла, как зовут, девушка была, Луиза, да, по-моему, Лида, Лида, вот, и мужчина был, да, то есть, и вот, пожалуйста, есть у нас люди, которые могут перевести, то есть, не только для самих русскоязычных, и больше мы сюда никого не пускаем, нет, для всех абсолютно, и будут подключаться другие страны, и люди живут русскоязычные, которые знают страны, языки своего государства, кто это будет переводиться, главное показать, что на практике динамику, всю правду исполнения всего того, что заложено в систему, а уже документы, какие-то там эти все моменты, здесь, в этом сообществе, во-первых, они не первостепенные, потому что идет добровольная практика дарения, в этом плане люди могут успокоиться и отдыхать, все, что надо будет, будет все оформлено, как положено, а сама передача подарка от одного человека к другому, в большинстве стран, даже налогом не облагается, ну, есть определенные там сроки в год, по определенной, это большая сумма, все эти вопросы решаются, мы, конечно же, разрушаем какие-то шаблоны, выходим за рамки понимания многих вещей, но такое время сейчас пришло, мы сейчас рушим эти границы у людей в голове, вот это то образование финансовое, о котором ты говоришь, оно людям надо, потому что большие деньги делаются от больших вложений, их нужно правильно запустить, мне говорят, почему ты пошла в эту подарочную деятельность, я говорю, потому что здесь люди на подсознательном уровне и на сознательном учатся отпускать правильно деньги, не просто где-то их впихнуть и потерять, а с правильной энергетикой, с правильным пониманием, они запускают их, они их, во-первых, с благодатным порывом дарят, то есть почва уже расставания с деньгами, она не печальная, что я куда-то вложила, трушусь, что со мной будет, она уже благодатная, то есть я дарю подарок от души, от сердца к сердцу, вот я тоже на золотой доске подарила 1600 долларов девушке в Испанию, и как бы, чтобы я о них жалею, вот нету какого-то, я куда-то вложилась, и что-то там не это, я там что-то потерял, нет, я же их дарила, я же ей писала, пожалуйста, вам подарок, она с такой радостью принимала, нету этого сожаления, вот в чем суть подарочной деятельности, да, вот этого сообщества Убунту, вот этой подарочной всей практики, что вы по-другому относитесь к деньгам, у вас проходит страх с ними общения, потому что если вы получаете деньги, как гапстек, прячете их под матрас, и боитесь куда-то их вложить как-то правильно, почему? Потому что вы не владеете информацией, вы не в тех кругах находитесь, вы не там были, вы попали в какой-то, это был ваш опыт, уже вам негативного опыта достаточно, пожалуйста, посмотрите на это сообщество, присоединитесь к тому человеку, который вам симпатичен, почему говорят, кто мне симпатичен, значит, он тебе энергетически заходит, тебе с ним комфортно, вот комфортно тебе с ним, расспроси, присоединись к нему, попробуй, сидеть на одном месте, ничего не решить, ни потери прошлого, они какие-то там, лохами мы все работали, это у всех практика была, только кто-то на этом остановился, на этом печальном опыте, а кто-то сделал это инструментом для того, чтобы двигаться в будущем, все, все очень просто, опускать руки и сидеть, плакать над тем, что где-то меня обманули, что-то там случилось, никто никого не обманул, ты приобрел опыт, ты приобрел опыт, все, и эта тема, она меньше всего связана с бизнесом, с документами, с какими-то там законами, она очень легкая, вот эта добровольная практика дарения, она очень легкая, она воздушная, как облако, она пушистая, ты позвонил человеку и сказал, я хочу подарить тебе подарок, я хочу тебе подарить, ну все, я тебе дарю, а потом тебе дарят, и ты такой, когда тебе с утра начинают, правильно ты говоришь, когда с утра приходят, я хочу вам подарить 400 долларов, господи, подари, конечно, где же ты был все это время, почему-то, почему-то так долго ходил, где-то круглый, подари в конце концов, то есть, я читаю все эти скептические, люди же по-разному пишут, комментарии, еще чего, еще чего, вот обманы, вот это, и думаю, сколько у людей боли внутри, что они даже не готовы разобраться в какой-то системе, даже хотя бы разобраться, ты просто посмотри маркетинг, да, как это распределяется, какой механизм действия, твоя задача, ты пришел, позвонил человеку, который стоит в центре, этой доски, я вам подарю деньги, продвинулся на его место, тебе подарили 8 человек, проще еще что, а люди думают, люди думают, что это все афера, пирамида, лохотрон, не понимая, не понимая, что деньги, вообще-то, ребята, по большому секрету, деньги переходят от человека к человеку, вот вы работаете на работе, но деньги, которые вам заплатят на работе, они были, они пришли от другого человека, это такой большой секрет нашей вселенной, нашей планеты, вы же не знаете, что деньги от человека к человеку приходят, только здесь мы минуем посредников, понимаете, мы не выполняем трудоемкий труд, на дядю, на работе, на заводе, 8 часов в день, а он взял деньги от других людей, и дал вам в качестве зарплаты, а эти деньги, они ему не с космоса прилетели, нет у нас трубы со Вселенной, которая нам на Землю сыпет деньги, вот так сыпет, ниоткуда просто, вот насыпается, у нас деньги друг между другом ходят, только в этой практике, в упорядоченной системе, на досках, она упорядочена, чтобы никто никуда не сбежал, никто ничего там не сделал, и вот сейчас, да, если человек пришел на бронзовую доску, квалификацию не выполнил, он получит свой подарок, на те деньги, которые он подарил, он эту же сумму вернет, и может пойти спокойно заниматься дальше своими делами, здесь мы минуем посредников, понимаете, мы минуем все эти организации, и все, мы по сути так и должны вообще-то деньги получать, как раньше была система, да, бартерная, я тебе камень, ты мне палку, вот первые люди, они же менялись, у меня это есть, а у тебя это есть, давай поменяемся, и мы с вами возвращаемся к этому, сейчас все, метавселенные, NFT, все эти системы, вот нового блокчейна государств наших, они все построены над тем, что мы просто меняемся, и здесь вот в Gift of Legacy, мы же дарим подарки и в фиатной валюте, да, и в крипте, мы можем в физическом продукте, там, допустим, договориться, каким образом я могу принять от тебя подарок, да, допустим, есть определенные композиции, мешок картошки, мешок картошки, вот, тогда я говорил, мешок семечек, там, салом, ну, да не важно чем, но мы все утрируем, прикалываемся, но на самом деле вы можете договориться с человеком о получении подарка любым, любом эквиваленте, любым номиналом, какой вам удобен, то есть тут надо саму идею смотреть, вот правильно ты говоришь, все клоны, которые люди нас создавали, они остановились, потому что они без идеи, идея держит человечество десятками лет, наш советский строй на одной идее продержался 70 лет, его поначалу сильно подстегивали, такими серьезными решениями и ссылками всем, и все это так жестоко было, но впоследствии просто на одной идеологии держался целый государственный строй 15 республик, на идеи, вы понимаете, что такое идея? Если идеи нету, все превращается в банальный бизнес, в матрицы, и потом начинается, ко мне люди не идут, а почему, а что туда идти? А действительно, вот у человека правильный вопрос, а что туда идти? А что там? Денег заработать? Так таких систем сейчас выше крыши. А здесь, когда у тебя чат весь завален сердцами, признаниями, все друг другу, вот я получила свой первый подарок, я сегодня подарил свой первый подарок. Такие эмоции, такие вибрации, да, конечно же, лучше здесь в комфорте, в доброте купаться, общаться в этих эмоциях, чем зайдешь в театр, давайте, ставьте деньги, приводите людей. Почему вы никого не приводите? Почему? Да здесь никого вообще нам везти не надо, мы просто говорим, мы тут кайфуем, дарим подарки. Вроде бы тема одна и та же, а подход разный, понимаешь? А вот это, вот это и есть соль этого всего действия. Вот это и есть идея. И люди, которые стоят. Да, идея очень простая, и как вот ты говоришь по поводу юридической стороны, да, нам не нужно регистрировать никаких компаний, у нас нет ни фирм, нам не нужно платить налоги, у нас нет никаких счетов, у нас пи-ту-пи, человек к человеку, настолько просто, у нас просто есть сайт, где мы между людьми, просто-напросто, учетный сайт, где мы друг друга просто-напросто видим, и все. Да, будут существовать на этом сайте определенные правила, условия, которые мы должны соблюдать, этику, соответственно, да, тоже все это будет прописано на этом сайте, да, мы наняли юриста, который нам эти правила прописывает, да, делает, плюс этот сайт не просто создан для русскоязычных, да, вы вчера видели, что в совет, так скажем, в совет организатора, или в совет движения этого входят люди, которые вообще по-русски не бум-бум, так скажем, да, то есть, в принципе, от, вся движуха и пошла у нас, с вышестоящих, это, ну, местные, которые, и Карл Кайнс, он занимается, делает отчеты для компаний, в налоговую службу, да, у него целый консалдинг свой, Вольган, который вчера был, он в прошлом полицейский человек, да, он работал полицейским в Германии, 10 лет был полицейский, потом ушел, так скажем, ну, в страховой бизнес, и сейчас у него, мы с ним познакомились, это швейцарская компания, которая здесь работает только в Европе, да, через вот эту компанию мы с ним познакомились, и он, так скажем, стал моим вышестоящим спонсором в Gift of Legacy, да, человек, который, по букву закона, вы знаете, насколько они соблюдают, да, то есть они, вот пока сделать какой-то сантиметр, шаг в сантиметре, он пролистает все, да, и только потом это сделает, то есть настолько люди, которые соблюдают букву закона, поэтому, в плане того, что когда мы связались с ними, сказали, ребят, ну, они видят, видят, что все встало, да, и тоже кричали, хильф, и хильф, помогите, что делать, да, соответственно, появилась такая идея, совместная идея, которую мы начали воплощать, эту идею в жизнь, да, конечно же, ну, так скажу, некоторые говорят, вот, даже слышал там на одном из мероприятий наших партнеров, кто-то даже взял ляпнул, сказал, побежали, как крыс из корабля, да, я говорю, слушай, мы приняли решение, взяли на себя такой груз, вот сюда, определенные обязанности, да, вы думаете, мне не страшно, мне тоже страшно, я тоже не знаю, чем это все закончится, но я веду за собой людей, которые стоят сзади, да, я не знаю тоже, я не ванга, что будет происходить завтра, но в любом случае, я знаю, что тема всем зашла, и, конечно, мы будем бороться за это, и я тоже новичок, я никогда и не строил сайты, я думаю, что никто этого не делал, есть специалисты на это, да, но, как я уже сказал, каждый имеет определенные свои сильные стороны, где мы можем, как этот пазл, да, пазл русское слово, нет, ну, складывать эти лего, да, вот, складывать, и будет картинка общая, поэтому мы, в нашем чате, у нас есть топ-чат лидеров, сто с лишним человек, дорогие друзья, я еще не встречал, ни в одной, находился в компании, чтобы находилось в общем чате, топ-лидеров, больше ста человек, весь цвет всего мира, понимаете, там собрался, то есть мощные люди, у которых структуры 300, 500, 800, 5, 10, 20, 30, 50 тысяч человек, понимаете, и сейчас подключаются такие топ-лидеры, которые не были еще, гифтов в легосе, к нам подключаются, да, вот, вчера тоже выступал один парень, говорил там пару слов, да, не буду говорить его имя, да, они строят структуры по 50, по 100 тысяч человек, да, он к нам, у нас тоже он находится, этот человек тоже зашел, и там такая движуха сейчас, где переговоры, где топ-лидеров, 70 тысяч структура, понимаете, и у них тоже огромный опыт, и мы тоже прислушиваемся к этому опыту, мы же не говорим вот только тупо, мы делаем так, как мы хотим делать, мы будем делать так, как всем удобно, как всем комфортно, соответственно, прислушиваемся каждому мнению, да, и этим мы будем сильны, что у нас нету никакого президента, который будет просто-напросто щелчком, да, тут вот тоже есть одна команда, люди, которые почему-то сравнивают, команд, президенты, компании, где были президенты, где рулили руля, где там убирали что-то, да, у нас будет свой ресурс, да, где мы сможем исправлять ошибки, которые будут находиться, так скажем, на наших полях, ну это же и хорошо, если вдруг где-то кто-то стал мертвым колом, и за ним структура вся встала, и не идет, потому что они уперлись, совершили ошибки, что-то сделали, у нас есть ресурс, который мы будем эти вопросы решать, это же хорошо, это же, это будет, ну, своя служба поддержки, будет работать 24 на 7, да, и плюс на, так скажем, на всех языках сайт будет находиться, то есть на сегодняшний день уже подключаются мощные лидеры Италия, Испания, Франция, Англия, Германия, что там еще рядом, Венгрия, вчера Лиза выступала, да, топ-лидер с Венгрией человек, ну, поэтому просто-напросто, ну, соответственно, и мы, русскоязычные, которые мы задаем, так скажем, весь, всю музыку, да, то есть мы ненормальные, да, я говорю всегда, голодное село бежит гораздо быстрее к святой лошади, не в обиду, но он так и есть, нам больше всех надо, когда африканцы, они увидели, что мы можем делать, они просто офигели, у них другой темп, на самом деле, да, и, ну, не было вообще, вот, понимания какого-то, я просто до сих пор, вообще, просто не понимаю, и они нам так и не объяснили, почему же, да, чем мы их не устроили, и почему они нас, так скажем, поставили в такое какое-то стойло, да, стоять бояться, и вообще, ну, никаких, ну, просто, необъяснимо, нас не включили никакой совет, такая мощная команда зашла, больше 200 тысяч человек с нашей стороны, за такой короткий срок, но мы должны были находиться, мы должны решать совместные вопросы, в конце концов, почему наш голос вообще никаким образом не учитывается, никак, правила, которые поменялись за одну ночь, и просто у меня, конечно, наступила потом измена, а раз уже правила, где нас поменяли, то завтра могут поменять и второй раз, и третий раз, и нас не спрашивают, наши два человека находились в службе поддержки, и моментально за одну ночь тоже туда убрали, мы находились в чатах, переписывались с ними, я даже предлагал, Кэнди, чтобы мы к ним туда приехали, потому что я чувствую, ну, барьер, который не пускает нас, и все, я сказал, давайте прилетим, давайте посидим за столом переговоров, посмотрим друг на друга, в конце концов, вот так, глаза, может быть, мы каким-то образом так найдем, что вы почувствуете, что мы не бандиты, в конце концов, не знаем почему, может быть, это какая-то сыграла политическая, ну, в стране сейчас, в мире, не совсем спокойно, может быть, тут что-то, но мы так и не поняли, почему, ну, раз вы нас не воспринимаете никак, значит, просто-напросто будем идти своим путем, вот и все, было принято решение, я считаю, что оно сделано было правильно, да, а некоторые, некоторые, ну, на самом деле, вот, мутят воду, и, не знаю, ну, поступает некрасиво, да, на самом деле, ну, если вы не хотите идти с нами, да, ради бога, ну, не идите, никто же никого никуда не тянет, устраивает вас то, что есть сейчас начислише у вас, ради бога, делайте, ну, просто, может быть, наблюдаете, да, если вы сейчас каким-то образом, ну, не видите перспективу развития, ну, просто посмотрите, ради бога, и все, ну, зачем сжигать мосты, и на самом деле, ну, 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 не знаю, ну, так поступать, как начислише поступают некоторые люди, ну, просто, я не знаю, знаете, я просто как, есть такая поговорка, знаешь, в чем разница между рабой и лягушкой, лягушка квакает а жаба давит я только вот это могу найти в принципе какое-то объяснение ну по-другому никак шель никогда не строил сайты да никогда не строил и не буду никогда их строить руководил 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 большими командами создавал у меня есть в этом плане опыт огромный опыт 24 знаешь что мне говорят я не так смеюсь вообще с людей вот как только проблемы начались она ушла с горизонта а то что она пошла решать эти проблемы вы не вдумали уж пропала с эфиров что значит пропала с эфиров а то что мы запаханные по самое не могу вы вы не думали или мы просто лежим вот так вот ничего не делать плюем в потолок а у нас там холопы бегают что-то делают а сколько зума в день проходит а сколько всего вот как только в компании проблемы она уходит из эфиров потому что я иду их решать елки-палки нема не надо гадаться да что может быть люди что-то делают в этот момент когда начались эти проблемы когда начались эти технические моменты мы вообще не знали что делать кабинеты стоят мы их открыть не можем я сколько раз тебе звонил андрей пожалуйста помоги а что андрей говорит сам не могу ничего сделать мы не могли никак это все решить сколько и не идут на контакт какая-то глухая стена пока мы это все решали пока мы все это выясняли мы пошли и начали делать свое и что в этом плохого что в этом такого и у нас здесь почему мы в юридических каких-то аспектах особо не нуждаемся потому что у нас идея добровольной практики дарения а клоны где говорят о заработке вот там пускай доказывают на чем они зарабатывают потому что для заработка должно быть основание деятельности предпринимательской либо услуга либо товар но там где зарабатывают там пускай думают над продуктом над легальностью и над оформлением этого всего мы здесь ничего не зарабатываем мы дарим от человека к человеку добровольно между двумя людьми договариваемся это о чем мы тут должны оформлять а что нам здесь нужно что мое мое желание подарить вот гульнаре допустим 100 долларов я позвоню гульнара хочу подарить тебе 100 долларов понимаешь мы обмениваемся подарками по законодательству здесь все ровно а у в клонов да там надо доказать потому что не вы здесь зарабатываете с вот этой позиции а если вы уже зарабатываете так будьте добры тогда читайтесь по доходам ну вот это надо объяснять да надо говорить взрослым людям при приходится получается что надо говорить и уже в некоторых то есть если я захожу какую-то систему я смотрю на людей я смотрю кто что узнаю общаюсь нужно понять кто за этим стоит порядочный человек непорядочные там честные нечестные и мои мои предложения с моих страниц да я же не пишу никому в личку то ли никого то никуда не таскаю не перетягиваю я транслирую вот сейчас мы с тобой рассказали кому это за я же не знаю кому это понравится и же не тоже не ванга не могу догадаться а вот я ему наверное отправлю ли ему может ему него что этому не захочется этому захочется у меня подход такой я транслирую кому понравилось, человек мне пишет. Мне понравилась ваша идея, я прихожу. И оказывается, что это так больно бьет по определенным сетевикам, что они в чатах мною пугают людей. Вы смотрите, там, где ястреб, надо быть сверхосторожными. Она умело манипулирует мнением масс, прикрываясь юридическим образованием и пограничной службой. Я как прочитала, как сочинение целое себе. Думаю, вот это она популярность, понимаешь? Что делается? Вы, говорит, будьте осторожны, сверхосторожны, не просто осторожны. Прям четко написано сверхосторожным надо быть. Такая мудрая женщина писала, я ей очень благодарна, вообще молодец, прям она там. Они там на весь чат это все распиарили, ну красавцы. А люди сегодня с этого чата мне пишут, Виктория, а где вы? Мы хотим с вами. Думаю, как не старались люди. А у людей, оказывается, все равно своя голова на плечах, понимаешь? То есть закон жизни, я утоплю другого в грязи, на этом поднимусь, он не работает, потому что на этом подняться невозможно. Это только болото, которое засасывает. Поэтому я всегда призываю людей к здравому мышлению. Мы сегодня рассказали с Андреем о том, что мы делаем, у нас очень мощный состав лидеров, мы делаем свое для людей. Хотите, попробуйте, отправьтесь с нами в это путешествие дарения, в эту систему Убунту, которая означает «я есть, потому что мы есть». Вот «вы есть, потому что мы есть». Один человек не сможет. Ну как? Ну вот будет один человек, я никого не хочу, я не хочу никого приглашать, я не хочу нигде быть, я хочу… Но он хочет сам сидеть у волшебной шкатулочки, открывать ее, а там монетка все время. Вот хочет так человек. Ну такого нет, понимаешь? Ну не бывает такого. Все равно надо вот с этими идти людьми и с ними все равно контактировать. Потому что только в совокупности людей делаются какие-то блага, что-то создается, зарабатываются какие-то деньги, дарятся какие-то деньги, какие-то подарки, какие-то события, какие-то мероприятия. Все происходит только когда людей больше чем один. Вот если человека больше, чем один, двое, это уже компания, это уже что-то можно делать, что-то можно творить, вытворять, сотворять, создавать, это можно только, когда нас много, потому что одному невозможно. И Убунту культура, она это и подразумевает, я есть, потому что вы есть. Если одному радостно, а другому грустно, ну, как бы неинтересно, когда всем вместе радостно, это, конечно же, намного лучше. Этот эфир я запишу, оставлю в записи и выложу его на YouTube, да, чтобы наше сообщество успокаивалось, чтобы оно понимало, что все нормально, никто никуда, ничего. Люди же, они хорошие сразу не подумают, сразу что-то случилось, что-то не так, сразу паника. Поэтому мы сегодня спокойно все объяснили, рассказали, и действительно это будет таким, как сказать, подспорьем, да, пересмотреть отношения, пересмотреть ситуацию в командах, да, сделать какую-то компрессию. Вот, я, кстати, нашла в нашем сообществе женщину с фамилией Ястребкова Жанна, вот, и вот сейчас она пришла к нам, Жанна Ястреб, понимаешь, вот так и находятся сородичи, родичи, однофамильцы. Это вообще круто, я вот за два года первый раз встречаюсь, была еще одна девушка, но она как-то так неактивно там у нас была, как-то так пропала с горизонта. А вот с Жанной мы сейчас плотно работаем, как бы вот общаемся, она вышла ко мне, да, законнектилась, и мы сейчас дружненько так все эти моменты посмотрим. Так что, Андрей, когда ты нам дашь отмазку этого всего, потихонечку начнем, народ уже там кипятится, понимаешь, они уже все вот так вот, уже все ждут, так что мы дождемся все-таки, когда это все по-немецки будет точно выстроено. Но если будут какие-то нюансы, господи, ну, не боги горшки обжигают, посмотрим, все будем делать, все будем пробовать. Если не делать, мы ничего не узнаем. Вот вы там не умеете делать или что вы там что-то делаете. Не умели, делаем, но если мы не будем делать, мы не узнаем, получилось или нет, правильно? Поэтому я считаю, что надо идти и делать. Да, да, однозначно. Будем делать по-любому. Поэтому, дорогие друзья, в любом случае, движуха, движение классное, да, то, что мы сейчас создаем для себя, для своих, для себя любимых, тоже замечательно. Все будет находиться, так скажем, в наших руках, мы не будем зависеть от кого-то, да, и по-любому, по-любому, вот то, что мы сейчас делаем, это будет на самом деле, но наше детище, а когда ты делаешь это сам, для себя, то оно гораздо лучше, ну, ближе, не знаю, и эффективнее. Поэтому просто-напросто ждем, да, это нормально, ну, пару дней еще подождем, к концу месяца, в общем, все сделаем. Пока ждем отмашки программистов, я тоже не могу сказать день, когда, но в любом случае, когда мы начинали, мы, так скажем, был объем работы, который нам они обозначили, был на месяц, ну, по мере, так скажем, прохождения, у нас появлялся больше и больше аппетит. И мы на сегодняшний день очень много дали еще концепта для нашего, для нашей платформы, увеличили, так скажем, объем работы еще на 50%, да, ну, и, соответственно, увеличили сроки. Но в любом случае, то, что мы сейчас делаем, будет очень хорошо, для всех будет комфортный сайт, да, и если вдруг что-то мы не усмотрели, то в любом случае всегда можем какую-то кнопочку в любое время прикрутить, это будет вообще не вопрос. Поэтому, дорогие друзья, вперед, все будет замечательно. Звук? Звук у тебя нету звука. Ага, да, у меня там есть с комментариями, они подвисли, пришлось выключить, поэтому, ребят, пока огонечки, сердечки. Андрей, я благодарю тебя, что ты нашел время в воскресный день выйти в этот эфир, да, чтобы мы вот могли спокойно пообщаться с другом, с ребятами. Сегодня праздник большой, я тебя поздравляю, сегодня у нас День Святой Троицы, так что вот очень такой знаменательный как бы день, да. Потихонечку готовимся, потихонечку расставляемся. За такую сумму на медной доске можно даже зайти и попробовать самым большим скептикам и неверующим просто поиграться. Попробуйте, а вдруг у вас получится сумма для того, чтобы просто так вот, а ну-ка я попробую, очень даже прекрасная. Тебе желаю хорошего дня, побольше крепости духа, нервов, потому что нас ждет напряженное такое время. Да, пока все это начнется, но ты у нас человек с характером уже опытный, поэтому я думаю, все тебе будет по плечу, ты со всем справишься, мы рядом, мы все вместе, да. Поэтому, ребят, всем прекрасного дня, подумайте хорошо. Андрюш, тебя обнимаю, всего доброго, благодарю, что ты со мной здесь был. Все, на связи. Все, на связи, всем пока. Пока.